Оскар Уайлд. Портрет Дориана Грея. Глава 18. Весь следующий день Дориан не выходил из дома и большую часть времени провел у себя в комнате, изнемогая от дикого страха смерти, хотя к жизни он был уже равнодушен. Сознание, что за ним охотятся, что его подстерегают, готовят ему западню, угнетало его, не давало покоя. Стоило ветерку шевельнуть портьеру, как Дориан уже вздрагивал. Сухие листья, которые ветер швырял в стекла, напоминали ему о неосуществленных намерениях и будили страстные сожаления. Как только он закрывал глаза, перед ним вставало лицо моряка, следившего за ним сквозь запотевшее стекло, и снова ужас тяжелой рукой сжимал сердце. Но может быть это только его воображение вызвало из мрака ночи призрак Мстителя и рисует ему жуткие картины ожидающего возмездия. Действительность это хаос, но в работе человеческого воображения есть неумолимая логика. И только наше воображение заставляет раскаяние следовать по пятам за преступлением. Только воображение рисует нам отвратительные последствия каждого нашего греха. В реальном мире фактов грешники не наказываются, праведники не вознаграждаются. Сильному сопутствует успех, слабого постигает неудача. Вот и все. И наконец, если бы сторонний человек бродил вокруг дома, его бы непременно увидели слуги или сторожа. На грядках под окном оранжерея остались бы следы, и садовники сразу доложили бы об этом ему, Дориану. Нет, нет, все это только его фантазия. Брат Сибилла не вернулся, чтобы убить его. Он уехал на корабле и погибнет где-нибудь в бурном море. Да, Джеймс Вейн во всяком случае ему больше не опасен. Ведь он не знает, не может знать имя того, кто погубил его сестру. Маска молодости спасла прекрасного принца. Так, Дориан в конце концов уверил в себя, что все это был только мираж. Однако ему страшно было думать, что совесть может порождать такие жуткие фантомы и, передавая им видимое обличье, заставлять их проходить перед человеком. Во что превратилось бы его жизнь, если бы днем и ночью призраки его преступлений смотрели на него из темных углов, издеваясь над ним, шептали ему что-то в уши во время перов, будили его ледяными прикосновениями, когда он уснет. При этой мысли Дориан бледнел и холодил от страха. О, зачем он страшный час безумия убил друга? Как жутко даже вспоминать эту сцену. Она словно стояла у него перед глазами. Каждая ужасная подробность воскресала в памяти и казалась еще ужаснее. Из темной пропасти времен в кровавом одеянии вставала грозная тень его преступления. Когда лорд Генри в шесть часов пришел в спальню к Дориану, он застал его в слезах. Дориан плакал, как человек, у которого сердце разрывается от горя. Только на третий день он решился выйти из дома. Напоенное запахом сосен ясное зимнее утро вернуло ему бодрость и жизнерадостность. Но не только это вызвало перемену. Вся душа Дориана восстала против чрезмерности мук, способной ее искалечить, нарушить ее дивный покой. Так всегда бывает с утонченными натурами. Сильные страсти, если они не укращены, сокрушают таких людей. Страсти эти либо убивают, либо умирают сами. Мелкие горести и неглубокая любовь живучие. Великая любовь и великое горе гибнут от переизбытка своей силы. Помимо того, Дориан убедил себя, что он жертва своего потрясенного воображения. И уже вспоминал свои страхи с чувством, похожим на снисходительную жалость. Жалость, в которой была немалая доля пренебрежения. После завтрака он целый час гулял с герцогиней в саду, потом поехал через парк на то место, где должны были собраться охотники. Сухой хрустящий иней словно солью покрывал траву. Небо походило на прокинутую чашу из голубого металла. Тонкая кромка льда окаймляла у берегов поросшее камышом тихое озеро. На опушке соснового леса Дориан увидел брата герцогини, сэра Джеффри Клаустона. Он выбрасывал два пустых патрона из своего ружья. Дориан выскочил из экипажа и, приказав грумо отвезти лошадь домой, направился к своему гостю, пробираясь сквозь заросли кустарника и сухого папоротника. «Хорошо поохотились, Джеффри?» – спросил он, подходя. «Не особенно. Видно, птицы почти все улетели в поле. После завтрака переберемся на другое место. А вот там больше повезет». Дориан зашагал рядом с ним. Живительный аромат леса, мелькавший в его зеленой сене золотистые красные блики солнца на стволах, хриплые крики загонщиков, порой разносившиеся по лесу и резкое щелкание ружей – все веселило его и наполняло чудесным ощущением свободы. Он весь отдался чувству бездумного счастья, радости, которую ничто не может смутить. Вдруг ярдых двадцати от них из-за бугорка, поросшего прошлогодней травой, выскочил заяц. Насторожив уши с черными кончиками, вытягивая длинные задние лапки, он стрелой помчался вглубь ольшайника. Сэр Джеффри тотчас поднял ружье. Но грациозные движения зверька неожиданно умилили Дориана. И он крикнул «Не убивайте его, Джеффри, пусть тебя живет». «Что за глупости, Дориан?» Со смехом запротестовал сэр Джеффри и выстрелил в тот момент, когда заяц юркнул в чащу. Раздался двойной крик. Ужасный крик раненого зайца и еще более ужасный предсмертный крик человека. «Боже, я попал в загонщика!» Ахнул сэр Джеффри. «Какой-то осел полез под выстрелы. Эй, перестаньте там стрелять!» Крикнул он во всю силу своих легких. «Человек ранен!» Перебежал старший егерь с палкой. «Где, сэр? Где он?» И в ту же минуту по всей линии затихла стрельба. «Там!» Сердито ответил сэр Джеффри и торопливо пошел к ольшайнику. «Какого черта вы не отвели своих людей подальше? Испортили мне сегодняшнюю охоту!» Дориан смотрел, как оба нырнули в заросли, раздвигая гибкие ветви. Через минуту они уже появились оттуда и вынесли труп на освещенную солнцем опушку. Дориан в ужасе отвернулся, подумав, что злой рок преследует его повсюду. Он слышал вопрос сэра Джеффри, умер ли этот человек, и утвердительный ответ егеря. Лес вдруг ожил, закишел людьми, слышался топот множества ног, приглушенный гомон. Крупный фазан с медно-красной грудью, шумно хлопая крыльями, пролетел наверху среди ветвей. Через несколько минут, показавшихся расстроенному Дориану бесконечными часами муки, на его плечо легла чая-то рука. Он сдрукнул и оглянулся. «Дориан», — промолвил лорд Генри, — «лучше я скажу им, чтобы на сегодня охоту прекратили. Продолжать ее как-то неудобно». «Ее бы следовало запретить навсегда», — ответил Дориан с горечью. «Это такая жестокая и противная забава. Что тут человек?» Он не смог докончить фразы. «К сожалению, да. Ему угодил в грудь весь заряд дроби. Должно быть, умер сразу. Пойдемте домой, Дориан». Они шли рядом к главной аллее и молчали. Наконец, Дориан поднял глаза на лорда Генри и сказал с тяжелым вздохом. «Это дурное предзнаменование, Гарри, очень дурное». «Что именно?» Спросил лорд Генри. «Ах да, этот несчастный случай. Но, милый друг, что поделаешь? Убитый был сам виноват. Кто же становится под выстрелы? И кроме того, мы-то тут при чем? Для Джеффри это изрядная неприятность, не спорю. Дырявить загонщиков не годится. Люди могут подумать, что он плохой стрелок. А между тем, это неверно. Джеффри стреляет очень метко. Но не будем больше говорить об этом». Дориан покачал головой. «Нет, это дурной знак Гарри. Я чувствую, что случится что-то страшное. Быть может, со мной?» Добавил он, проводя рукой по глазам, как под влиянием сильной боли. Лорд Генри рассмеялся. «Самое страшное на свете это скука, дуриан. Вот единственный грех, которому нет прощения. Но нам она не грозит, если только наши приятели за обедом не вздумают толковать о случившемся. Надо будет их предупредить, что это запретная тема. Но предзнаменование – вздор. Никаких предзнаменований не бывает. Судьба не шлет нам вестников. Для этого она достаточно мудрая или недостаточно жестока. И, наконец, скажите ради Бога, что может с вами случиться, Дориан? У вас есть все, чего только может пожелать человек. Каждый был бы рад поменяться с вами. А я был бы рад поменяться с любым человеком на свете. Не смейтесь, Гарри, я вам правду говорю. Злополучный крестьянин, который убит только что, счастливее меня. Смерти я не боюсь. Страшно только ее приближение. Мне кажется, будто ее чудовищные крылья уже шумят надо мной в свинцовой духоте. О, Господи! Разве вы не видите, что какой-то человек прячется за деревьями, подстерегает, ждет меня? Лорд Генри посмотрел туда, куда указывала дрожащая рука в перчатке. Да, сказал он с улыбкой. Вижу садовника, который действительно поджидает нас. Наверное, хочет узнать, какие цветы срезать к столу. Для чего же у вас нервы развинтились, мой милый? Непременно посоветуйтесь с моим врачом, когда мы вернемся в город. Дориан вздохнул с облегчением, узнав подходившим садовника. Тот приподнял шляпу, смущенно покосился на лорда Генри и, достав из кармана письмо, подал его хозяину. Ее светлость приказала мне подождать ответа, промолвил он в полголоса. Дориан сунул письмо в карман. Скажите ее светлости, что я сейчас приду, сказал он сухо. Садовник торопливо пошел к дому. Как женщины любят делать рискованные вещи, с улыбкой заметил лорд Генри, эта черта мне в них очень нравится. Женщина готова флитовать с кем угодно до тех пор, пока другие на это обращают внимание. А вы любите говорить рискованные вещи, Гарри. И в данном случае вы глубоко ошибаетесь. Герцогиня мне очень нравится, но я не влюблен в нее. А она у вас очень влюблена, но нравитесь вы ей меньше. Так что вы составите прекрасную пару. Вы сплетничаете, Гарри. И сплетничаете без всяких оснований. «Основание для всякой сплетни вера в безнравственность», – изрек лорд Генри, закуривая папиросу. «Гарри, Гарри, вы ради красного словца готовы кого угодно принести в жертву. Люди сами восходят на алтарь, чтобы принести себя в жертву». «Ах, если бы я мог кого-нибудь полюбить», – воскликнул Дорин с ноткой пафоса в голосе. «Но я, кажется, утратил эту способность и разучился желать. Я всегда был слишком занят собой, и вот стал уже в тягость самому себе. Мне хочется бежать от всего, уйти, забыть. Глупо было ехать сюда. Я, пожалуй, телеграфирую Харви, чтобы яхта была на готове. На яхте чувствуешь себя в безопасности». «Безопасности от чего, Дориан? С вами случилась какая-нибудь беда? Почему же вы молчите? Вы знаете, что я всегда готов помочь вам». «Я не могу вам ничего рассказать, Гарри», – ответил Дориан Унелло. «И, наверное, все – просто моя фантазия. Это несчастье меня расстроило. Я предчувствую, что и со мной случится что-нибудь в таком роде». «Какой вздор! Надеюсь, вы правы, но ничего не могу с собой поделать. Ага, вот и герцогиня, настоящая Артемида в английском костюме. Как видите, мы вернулись, герцогиня». «Я уже все знаю, мистер Грей», – сказала герцогиня. «Бедный Джеффри ужасно огорчен. И говорят, вы просили его не стрелять в зайца. Какое странное совпадение». «Да, очень странное. Не знаю даже, что меня побудило сказать это. Простая прихоть, вероятно. Заяц был так мил. Однако, очень жаль, что они вам рассказали про это. Ужасная история». «Досадная история», – поправил его лорд Генри. «И психологически ничуть не любопытная. Вот если бы Джеффри убил его нарочно, как это было бы интересно. Хотел бы я познакомиться с настоящим убийцей». «Гарри, вы невозможный человек», – воскликнула герцогиня. «Не правда ли, мистер Грей?» «О, Гарри, мистеру Грею кажется опять дурно. Он сейчас упадет». Дорин с трудом овладел собой и улыбнулся. «Это пустяки. Не беспокойтесь, герцогиня. Нервы у меня сильно расстроены, вот и все. Пожалуй, я слишком много уходил сегодня». «Что такое?» «Гарри опять изрек. Что-нибудь очень циничное? Вы мне потом расскажете. А сейчас вы меня извините. Мне, пожалуй, лучше пойти прилечь». Они дошли до широкой лестницы, которая вела из оранжерея на террасу. Когда стеклянная дверь закрылась за Дорианом, лорд Генри повернулся к герцогине и посмотрел на нее в упор своими томными глазами. «Вы сильно в него влюблены?» – спросил он. Герцогиня некоторое время молчала, глядя на расстилавшуюся перед ними картину. «Хотела бы я сама это знать», – сказала она наконец. Лорд Генри покачал головой. «Знание пагубно для любви. Только неизвестность пленяет нас. В тумане все кажется необыкновенным. Но в тумане можно сбиться с пути». «Ах, милая Глэдис, все пути ведут к одному. К чему же? К разочарованию. С него я начала свой жизненный путь», – со вздохом отозвалась герцогиня. «Оно пришло к вам в герцогской короне. Не надоели земляничные листья. Но вы их носите с подобающим достоинством. Только на людях. Смотрите, вам трудно будет обойтись без них. Они останутся при мне, все до единого. Но у Монмаута есть уши. Старость туга на ухо. Неужели он никогда не ревнует? Нет, хоть бы раз приревновал». Лорд Генри осмотрелся вокруг, словно ища чего-то. «Чего вы ищете?» – спросила герцогиня. «Шишечку от вашей рапиры», – отвечал он. «Вы ее обронили». Герцогиня расхохоталась. «Но маска еще на мне. Из-под нее ваши глаза кажутся еще красивее», – был ответ. Герцогиня снова рассмеялась. Зубы ее блеснули меж губ, как белые зерны шкивала мякоти плода. А наверху в своей спальне лежал на диване Дориан, и каждая жилка в нем дрожала от ужаса. Жизнь внезапно стала для него невыносимым бременем. Смерть злополучного загонщика, которого подстрелили в лесу, как дикого зверя, казалась Дориану прообразом его собственного конца. Услышав слова лорда Генри, сказанные с такой циничной шутливостью, он чуть не лишился чувств. В пять часов он позвонил слуге и распорядился, чтобы его вещи были уложены, коляска подана к половине девятого, так как он уезжает вечерним поездом в Лондон. Он твердо решил ни одной ночи не ночевать больше в Селби, этом зловещем месте, где смерть бродит и при солнечном свете, а трава в лесу обрызгана кровью. Он написал лорду Генри записку, в которой сообщал, что едет в Лондон к врачу, и просил развлекать гостей до его возвращения. Когда он запечатывал записку, в дверь постучали, и Лаки доложил, что пришел старший егерь. Дориан нахмурился, закусил губу. «Пусть войдет», – буркнул он после минутной нерешимости. Как только егерь вошел, Дориан достал из ящика чековую книжку и положил ее перед собой. «Вы, наверное, пришли по поводу того несчастного случая, Торрентон?» – спросил он, берясь уже за пирог. «Так точно, сэр», – ответил егерь. «Что же, этот бедняга был женат? У него есть семья?» – спросил Дориан небрежно. «Если да, я их не оставлю в нужде, пошлю им денег. Сколько вы находите нужным?» «Мы не знаем, кто этот человек, сэр, поэтому я и осмелился вас побеспокоить». «Не знаете, кто он?» – рассеянно переспросил Дориан. «Как так? Разве он не из ваших людей?» «Нет, сэр, я его никогда в глаза не видел. Похоже, что это какой-то матрос, сэр». Перо выпало из рук Дориана, и сердце у него вдруг замерло. «Матрос?» – переспросил он. «Вы говорите, матрос?» «Да, сэр, по всему видно. На обеих руках у него татуировка и все такое». «А нашли вы при нем еще что-нибудь?» Дориан наклонился вперед, ошеломленно глядя на егерь. «Какой-нибудь документ, из которого можно узнать его имя?» «Нет, сэр, только немного денег и шестизарядный револьвер. Больше ничего. А имя нигде не указано. Человек, видимо, приличный, но из простых. Мы думаем, что матрос». Дориан вскочил. Мелькнула безумная надежда, и он судорожно за нее ухватился. «Где труп?» «Я хочу его сейчас же увидеть». «Он на ферме, сэр, в пустой конюшне. Люди не любят держать в доме покойника. Они говорят, что мертвец приносит несчастье». «На ферме?» «Так отправляйтесь туда и ждите меня. Скажите кому-нибудь из конюхов, чтобы привел мне лошадь. Или нет, не надо. Я сам пойду в конюшню. Так будет скорее». Не прошло и четверти часа, как Дориан Гри уже мчался голопом во весь опор по длинной аллее. Деревья призрачной процессии неслись мимо, и пугливые тени перебегали дорогу. Раска было неожиданно свернула в сторону, к знакомой белой ограде, и чуть не сбросила седока. Он стегнул ее хлыстом по шее, и она понеслась вперед, рассекая воздух, как стрела. Камни летели из-под ее копыт. Наконец, Дориан доскакал до фермы. По двору слонялись двое рабочих. Он спрыгнул с седла и бросил по воде одному из них. В самой дальней конюшне светился огонек. Какой-то внутренний голос подсказал Дориану, что мертвец там. Он быстро подошел к дверям и взялся за щеколду. Однако он вошел не сразу, а постоял минуту, чувствуя, что вот сейчас ему предстоит сделать открытие, которое либо вернет ему покой, либо испортит жизнь навсегда. Наконец, он порыве стадиону дверк к себе и вошел. На мешках в дальнем углу лежал человек в грубой рубахе и синих штанах. Лицо его было прикрыто пестрым ситцевым платком. Рядом горела, потрескивая толстая свеча, воткнутая в бутылку. Дориан дрожал, чувствуя, что у него не хватит духа своей рукой снять платок. Он кликнул одного из работников. «Снимите эту тряпку, я хочу его видеть», — сказал он и прислонился к дверному косякующей опору. Когда парень снял платок, Дориан подошел ближе. Крик радости вырвался у него. Человек, убитый в лесу, был Джеймс Вейн. Несколько минут Дориан Грейс стоял и смотрел на мертвеца. Когда он потом ехал домой, глаза его были полны слез. Спасен.